Наш турнир в самом разгаре и на очереди поединок в полусреднем весе. Уважаемая публика, внимание на экран. Как и всегда, поэтому мы готовы и заряжены. Залимхан, мы оба профессионалы и хотим победить. Но из клетки победителем выйдет только один. Я Залимхан Юсупов представляю клуб Горис, живу, тренируюсь в Махачкале. Подготовка проходила хорошо, тренировался, как обычно, утром-вечером. Мой соперник достойный спортсмен. Я заряжен только на победу. Я думаю, получится красивый, сделающий бой. Друзья, сейчас в клетке ММА серии настоящие звезды. серии этих турниров. Встречайте, в синий угол приглашается боец из Москвы Залимхан Юсупов. Переходим к главным событиям на турнире ММА серии за номером 33. Так, полусредневесовая категория Залимхан Юсупов против Сергея Бобрашина. Залимхан перспективный боец из Махачкалы, представляющий зал Горец. Он мастер спорта по ММА и самбо. Несколько раз принимал участие как в Кубке страны по ММА, так и в чемпионате. По профи же начал свой путь почти 7 лет назад. И до 2016 года практически все время бился исключительно в Файнэйс Глобал. Побеждал там, например, Магомед Абдулаева и Андрея Власова и проигрывал Георгию Кичигину. Затем последовала целая серия поединков разных промоушенов, где, как правило, Юсупов побеждал. В основном приемами. В 2019 году Залимхан и вовсе успел провести аж 5 встреч к победе и 2 поражения. В 2020 не выступал, а в годе текущем отметился уже дважды. Сперва неудачно, так как уступил решением на ИСЕ Янг Игл с Юсупом Марву. А вот последняя встреча 16 марта на турнире памяти Владимира Ворнова разобрался с румынским бойцом Михаим Бачу. В красный угол. Встречайте. Из Мурома Сергей Бобрышев. И супротив Залимхана Юсупова Сергей Бобрышев. 9 побед, 5 побед нокаутом, 3 сабмишеном, 1 решением, 1 поражение. Город Муром, Владимирская область, клуб Молот. Начал свою карьеру Сергей в 2018 году и до 2020 года не проиграл ни одного поединка, одержав 7 побед подряд. В июле 2020 года встретился с Алексеем Липуновым, которому уступил решением судей. После чего одолел техническим нокаутом Владимира Лубко в рамках 21 серии и Рамазана Амирова сабмишеном в рамках 30 серии в апреле 2021 года. Сергей неспроста называют русским Конором МакГрегором. Он является очень эпатажным спортсменом, который привлекает внимание публики не только своими поединками, но и своим поведением. Он любит устраивать психологические игры со своими оппонентами, всегда очень ярко проводит бои. Последний поединок с Амировым складывался для Сергея непросто, однако он сумел выйти из него победителем, что свидетельствует о силе духа и характера. Действительно, последняя встреча Сергея Бобрышева заставила серьезно поволноваться его фанатов. Но здорово там он вышел из борьбы, насколько я помню, в первом раунде, а затем все перевернул в свою пользу. А вот такие волевые победы ценны особенно. Да, причем не был фаворитом в том поединке Сергей Бобрышев, и был очень серьезно настроен на тот бой, и в конечном итоге сумел победить. Посмотрим, как сложится сегодня для него поединок с Залимханом Юсуповым. Да, Залимхан, кстати говоря, тоже очень хорошо борется. У него 10 побед приемами из 13. Есть у Юсупова 6 поражений, 4 поражения решения. Итак, уважаемая публика, я с огромным удовольствием представляю вам участников этой схватки. И первым бойца, который стоит по правую руку от меня и выйдет на поединок из синего угла. Ему 27 лет. Его официальный вес 77,6 килограмма. При росте 179 сантиметров. Его профессиональный рекорд 13 побед при 6 поражениях. Он представляет клуб «Горец» из Москвы. Встречайте, вот он, Залимхан Юсупов! И его соперник, напротив, прямо сейчас готовится выстрелить в середину клетки из красного угла. Ему 27 лет. Его официальный вес 77 килограммов ровно. При росте 179 сантиметров. Его профессиональный рекорд 9 побед при 1 поражении. Он представляет клуб «Молот» из города русских богатырей Мурова. Дамы и господа, вот он, Сергей Побрышев! И впереди нас ожидают три захватывающих и острых раунда. А может быть и меньше. Бойцы, на середину! И ваш рефери сегодня в клетке, господин Меркулов Никита. Бойцы, вы профи, покажите честный, зрелищный поединок. Соблюдайте правила, уважайте друг друга. Зелимхан Юсупов, Сергей Бобрышев. Полусредневесовая категория, то есть дивизион до 77 килограммов. И да, действительно, довольно эпатажно себя ведет Сергей Бобрышев. Очень ярко он старается драться. И посмотрите, какое начало мощное. С дистанции расстреливает Сергей. Еще один хай-кик. И, естественно, пытаясь навязать борьбу Зелимхан Юсупов. Пытается встать Сергей Бобрышев. Безумно важное качество. Попытка ввести с равновесия. Но не тот-то было. Попадает в голову Сергей. Сергей понимает, с кем ему приходится работать. И готовил явно борьбу, готовил защиту от тейкдаунов. Грамотно очень защищается Сергей в данном положении. Тут же встает на ноги. Очередная попытка провести тейкдаун через одну ногу. Зелимхан Юсупов неумолим. Все время ищет свою борьбу. Но здесь отдает шею или нет. Сергей Бобрышев жестко пробивает. Здесь закрывается Зелимхан Юсупов. Включается Бобрышев. Чем-то действительно напоминает Сергей Конора Макгрегора. Даже потому, как он встает из борьбы. На глаза не давая. Гард закрыт. Попадает справа Сергей. Пытается выйти на рычаг. Зелимхан. И выходит. И здесь нет. Прием не пройдет. Вновь дистанция. Поднимается на ноги Сергей Бобрышев. Давай, вырубли! Зелимхан пытается поддавливать. Попробовал джеб. Хорошая атака. Показал лоу-кик и пробил джебом. Сергей Бобрышев и прошел джеб у него. Да, боясь из Мурома не затянут. Старается действовать легко и ярко. Лоу-кик от Юсупова. Еще одна такая же комбинация. Лоу-кик показал и потом джеб. То стоит во фронтальной стойке, то в левосторонней. То вовсе берет такую низкую стойку Сергей Бобрышев. Довольно много финтов. И в этом компоненте здесь джеб. Пытается поймать на сближении Юсупов оппонента. Пытается вытянуть на себя. И я думаю, что готовит тейкдаун. И вот Бобрышев начал свою игру. Забирает центр. Сергей Бобрышев владеет инициативой. Прессингует Сергей. Попадает в корпус. Лоу-кик. Такой хлесткий, мощный. Ну что ж, здесь пока по статистике Бобрышев ведет. Но Юсупов, боец, очень терпеливый и здоровый. Какие обманки у Сергея Бобрышева. А главное, как быстро он выбрасывает свои удары в разрез снизу. Хороший джеб от Сергея Бобрышева. И удар справа. Юсупов пытается защищаться не только корпусом и движением головой, плечо попадал. И какое попадание поймал Азалимхан. Но развивать успех не стал. Дал возможность подняться Сергею. Поединок продолжается в стойке. Отличный право прямой. Но вот так с дистанции кажется, что Бобрышев разбирает. Соперника очень непрятные лог-кики. Неужели проблемы с ногой у Сергея? Стойка не меняет Бобрышев. Удар в корпус. Хороший апперкот. Удары размашистые. Там и бэкфист такой был. Может быть, слегка отвязный. Постоянно действует эффект на Сергею Бобрышев. Может быть, не всегда эффективно. Сдвоенный оверхенд получился. Поддавливает Юсупов. А будет ли тейкдаун? Вот. Попытка. Подхватывает ногу Юсупов. Есть перевод. Оказывается, сверху. Наносит удар. И не так много времени уже в этом раунде. Линия 30 секунд. Но это, безусловно, звоночек для Сергея. Потому что сил так много уже во втором отрезке не будет, как в первом. И сбросить с себя не получается Юсупова. И тем не менее пытается действовать активно Сергей Бобрышев, даже находясь спиной к настилу. Атакует в том числе и открытыми ладонями. Это не запрещено. Но перерыв. Одна минута всего. Первый раунд остался за Сергеем. Даже несмотря на такую концовку. Формат классический. Три раунда по пять минут. Вот здесь все правильно делал. Контролировал корпус. Завел ногу. Но в итоге буквально сорвался. Как рыба с крючка Сергей Бобрышев. И затем перехватил инициативу. Это было в начале раунда. В конце ситуация в партере была уже иной. Вот тот самый удар справа от Юсупова. Точное попадание. Второй раунд. Бой! Итак, смотрим. Второй раунд. Лоу-кик по внутренней стороне от Бобрышева. На первых секундах. Юсупов занимает центр. Выбрасывает джеб. Лоу-кик от Бобрышева. Вновь фирменные перемещения. Фирменные движения. Вот Сергей. И вот здесь все. Поймал момент. Зелимхан Юсупов. Ищет борьбу. Цепился он в одну ногу. Это его шанс, безусловно. Притягивает к себе эту самую ногу. И сейчас будет подсекать. В стиле вольной борьбы. Теперь по две. Широкая защита не получается. И будет перевод. Со слэмом он получается. Есть перевод. Халфгард. И борьба началась уже в самом начале раунда. Да. Тяжело сейчас может быть для Сергея Бобрышева. Нацелит на голову больше Зелимхан Юсупов. Сейчас освобождает правую ногу. И понимает это прекрасно Бобрышев. Возможно, рывком постарается в полной маунт заскочить Зелимхан. В клубе горец, конечно, отлично борется. И здорово сейчас нагружает Юсупов соперника. Наносит удар. А Бобрышев пытается просто сковать движение соперника. Не дать по себе бить. И смотрим за правой ногой Юсупова. Пока не удается ее освободить Юсупову. Вновь активно работает корпусом. А здесь нет. На через руку не зашел Юсупов. И в итоге у нас боковой контроль. Но возвращает Бобрышев в позицию гарда. Попадание слева. Надо быть аккуратным, потому что головой довольно опасно. Зелимхан Юсупов идет вперед. И уже не первый раз. Вот так набрасывает. Требуют хаммерфисты. Секунданты от Юсупова. Что неужели Бобрышев задышал? Старается действовать активно и остро Сергей, находясь внизу. Да, но пока не получается плотно приложиться и освободиться так же. Меняется позиция. Халфгард. Теперь уже боковой контроль. Да и отсюда. Интересно, что будет пробовать Зелимхан Юсупов. Целая масса вариантов. Можно просто сверху побить, попытаться, отключив руку соперника. Можно попытаться зайти в маунт, что он и делает. Да. Просто грасмейстерский сейчас действовал в партере Зелимхан Юсупов. И пытается выйти на удушающий. Глаза не даем красный. Да, возможно и ручной треугольник. Опять же, чуть лучше вы делаете с бокового контроля. Здесь возможны вот такие жесткие локти, которые вбивают буквально в соперника Зелимхан Юсупов. Пропускает Бобрышев. И вот болевой на руку пытался придумать. Отдает шею. Потом спину. Юсупов полностью контролирует позиции. Да, если первый раунд Бобрышев скорее всего выиграл, то второй проигрывает шок и прах. Поднимается Сергей. Это шанс. Необходимо разворачиваться. За сетку цепляться не стоит. Забирает спину. Юсупов. Опасная позиция для Сергея Бобрышева. Необходимо растянуть. Пытается выйти на удушающий Сергей. Там левым коленом сопротивляется как может Сергей Бобрышев, но Зелимхан Юсупов неумолим. Скорее всего понадобится еще несколько ударов. Сбросить Зелимхана будет очень сложно. Но пытается, пытается это сделать. Бобрышев и вот он удушающий пошел. Это плотный, плотный захват. Все, можно сказать уже выбраться будет очень сложно. Нет, не сдается Сергей. Вот она сила духа. Да, сила воли, характер проявляет Бобрышев. Там еще и подбородком себе помогает. Но они все еще потеряны для Сергея. Да, и постепенно снимает он руку. Теперь сразу же будет прием в обратную сторону. Но последние секунды раунда. Удалось выбраться Сергею Бобрышеву. Этого парня просто так не сломить. Закончился второй раунд. Поблагодарите бойцов. Да, может снять балл, безусловно, рефери. Если еще раз за сетку Сергей Бобрышев схватится. А может быть, встреча дойдет и до решения. Мы не знаем, сколько сил потратил вот в этой борьбе Залимхан Юсупов. Кстати, уже победивший сегодня Шамиль Абдулхаликов также присутствует в углу у Залимхана. Просьба покинуть пределы клетки. Ну что ж, впереди еще пять минут в этом увлекательнейшем противостоянии. Третий раунд! Бой! Перейдем к борьбе сразу же Залимхан Юсупова. Постараюсь это сделать или нет? Залимхан явно тоже устал. После изнурительной борьбы. Посмотрим, у кого осталось больше сил. Бобрышев не рискует. Осторожные джебы. Лоу-кик от Юсупова. Тем же отвечает Бобрышев. И вот он, проход. Под одну ногу. На пятую точку приземляется Сергей. Пытается выбраться. Поднимается на ноги. И вот здесь очень важно, опять же, кто заберет позицию. Да, за спиной расположился. Юсупов, но пока на ногах Сергей. И еще один перевод. Мощный тейкдаун. И много пространства. Возможно, самое важное движение в этом бою сделал Залимхан Юсупов. Посмотрим, чем ответит Бобрышев. Юсупов будет стараться здесь контролировать позицию, наносить удары. И его задача продержаться до конца в партере. Работать активно здесь. И тогда победу уже у Юсупова никто не отнимет. Пока боковой контроль. Просто так залеживать Юсупов не собирается. И, возможно, будет искать момент как раз для перехода в полный маунт. Опять здесь боковые удары короткие. Для того, чтобы смутить Сергея. Сергей тоже старается быть активным. Подключает колени по корпусу. А там наручной треугольник. Постепенно, постепенно начинает заходить Юсупов. Но нет. Не получится. Хавгард. Корпус-голова от Юсупова. Нет, хабберфисты толком не получаются у Юсупова отсюда. Ну, для того, чтобы получились, нужно оттягиваться. Амплитуда нужна. Здесь этого нет. Вот так вот нагружает. Включай левый локоть. Выводит таз, но лишь на секунду Сергей Бобрышев. Меняется позиция, полноценный гард. Пытается выбраться снова Юсупов оттуда. И это шанс для Сергея Бобрышева. Он выкручивается. Отдает шею. Но он на ногах. Колено в голову. Да, можно так действовать. Мы уже видели, что задушить Бобрышева не так-то просто. Он героически просто вышел с того приема. Стойка. Это стихия муромского бойца. Джеб. Тяжело дышит Залимхан Юсупов. И здесь уже бой идет на морально-волевых качествах. Попадает Бобрышев. Еще один удар. Да, отчаянная попытка зайти в борьбу. Не уследил Сергей, но он сейчас может выиграть позицию. Пытается Сергей пробить. Голову не получилось. Снова удерживает Залимхан корпус. Бобрышев борется просто на автомате. Здесь Бобрышева дает спину. Ногу забросить не удается. Пытается рывком развернуться. Ну что же. Здесь закрутит корпус Бобрышева или нет. Он может выиграть позицию. Почему остановка? Так, все-таки дают предупреждение. Забирают балл. За то, что Сергей схватился за сетку. О, было предупреждение в предыдущем раунде у Сергея. Если будет еще один захват, заберут балл. А счет по раунду, возможно, был один-один. Здесь все близко. И вот этот балл может все карты смутать Сергею Бобрышеву. Но Юсубов продолжает бороться. Здесь, да неужели. Забирает спину. Но лишь на мгновение. Пятая активная борьба. Треугольник пытается придумать Бобрышев. Завязывает он оппонента. Минимизирует ущерб. Но драгоценные секунды уходят. Юсубов разыгрывает свою карту. И не сказать, что он действует безошибочно, но его геймплан работает. Халфгард. Раз угроза ручного треугольника. И вот они последние секунды. Юсубов просто решил побить сверху. Финальная сирена. Ну что ж, мы ждем судейский вердикт. И не знаю, можно ли уже поздравлять Залимхана Юсубова. Но у него очень крутая борьба. И она сегодня ему помогла. Плюс желтая карточка. Я думаю, даже с учетом вот этого балла, который забрали, если даже его не учитывать, третий раунд забирает Юсубов за счет контроля в борьбе. Как и второй. Как и второй, да. За счет постоянного давления. Здорово смотрелся Сергей Бобрышев в первом раунде. Защищался от борьбы. Грамотно отработал в стойке. Но не хватило сил на второй и третий раунды. Да, и в любом случае, Сергей старался работать в своем фирменном стиле, за который его и любят зрители. Залимхан Юсубов отпахал, дождался и потом отпахал в борьбе. Итак, как только что вы видели, ребята прошли всю дистанцию. И после трех раундов смешанных боевых единоборств, единогласным решением судейской бригады в этом поединке победу одержал... Залимхан Юсубов! Залимхан Юсубов выигрывает в этом поединке. Аптолио заслужено наше поздравление. Все справедливо. Действительно, Залимхан Юсубов забирает два раунда из трех. Обязательное фото на память всей силы оставил в клетке сегодня и Залимхан, и Сергей. 14-я победа в карьере Юсубова. Смотрим повторы. Грамотная защита от борьбы Сергея Бобрышева в первом раунде. Тяжелые удары. Со второго раунда уже Залимхан Юсубов стал гнуть свою линию, переводить в партер Сергея, контролировать его там и атаковать. Был близок к досрочной победе, когда взял на удушающий прием. Но Сергей Бобрышев выдержал. Третий раунд все то же самое.